Такую картину сегодня можно было наблюдать в курортной части города, а также основных выходах к центральному пляжу. Именно здесь проливные дожди, которые шли практически все выходные, собирались в потоки, прорываясь в низину. В основном пострадали тротуары, так как вода размыла основание. Коммунальщики сначала досыпали песчаную смесь, а затем давали ей просохнуть, и уже потом по обычной технологии укладывали плитку на место. Поручение главы максимально короткие сроки все восстановить и привести в нормальное рабочее положение. Сейчас работает бригада ремстроя в количестве 55 человек. В конце дня вы уже не заметите, что что-то произошло. Мы все устраним в конце дня, все будет нормально, и никаких проблем нет. Материалы все есть, рабочие есть, техника есть, все делаем в обычном режиме. За двое суток выпали три месячных нормы осадков. По словам очевидцев, пик пришелся на ночь с воскресенья на понедельник. Артур из Юровки, работает таксистом. У него залило водой машину. Рассказывает, как в половину четвертого ночи принял вызов. Клиенты так и не подошли. Собрался уезжать, но заметил двух девушек, которых буквально сносило потоком. Увидел этих двух девчонок, которые страдают, тех не видно. Я этих сразу же захватил к себе в машину, чтобы развернуться, выехать. Разворачиваю, чтобы выехать. На капоте вот такая волна. Вариантов нет. Бросаю машину, вытаскиваю девчонок и вытаскиваю туда на выход. Вот зашли мы в кафе. Досталось инфраструктуре центрального пляжа. Сегодня и завтра арендаторы совместно с городскими службами будут приводить его в порядок с использованием специальной техники. Специалисты говорят, что на это уйдет пара дней. За это время посчитают ущерб, который нанесла стихия.